Всем привет! Привет, дорогие невесты! Сегодня я, как и обещала, возвращаюсь к теме, которая называется «Клятва на выездной регистрации брака». Сегодня мы посмотрим, из чего состоит клятва, и даже попробуем написать свою собственную индивидуальную клятву. Но прежде чем мы перейдем к составлению клятвы, я бы хотела дать вам несколько советов. Их два, они очень простые. Если воспользуетесь ими, я думаю, что никаких проблем в написании у вас точно не возникнет. Во-первых, хотелось бы вас предупредить, что откладывание написания клятвы это чревато тем, что этого момента на выездную регистрацию у вас просто не будет. Потому что если вы не напишете ее сегодня или в ближайшее время, заблаговременно до свадьбы, то уже ближе к свадьбе вы попросту можете не успеть. Вы не найдете времени. Ну и еще один совет, который я тоже позволю себе дать вам, это чтобы вам было легче написать свою клятву, я предлагаю вам сперва записывать свои мысли. Вот занимаетесь вы какими-то бытовыми делами, на работе или дома, моете посуду или готовитесь ко сну, или уже лежите в кровати, и вас посещают какие-то мысли. И вот их записывайте. И в дальнейшем, уже когда вы соберетесь составить свою полноценную клятву, вы к этим мыслям будете обращаться. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Что ж, закончили с рекомендациями и советами. Давайте переходить по ссылке, открывать тот файл, который я для вас подготовила. Называется он так. Из чего состоит клятва? И сразу все понятно. Далее я прошу вас разделить свою клятву на несколько частей. В данном случае мы видим три части. И первая часть, пожалуй, самая эмоциональная, самая трогательная, самая романтичная. Эта часть называется «Ваши чувства». Здесь вы можете рассказать о своих чувствах, о своих переживаниях, о том, что вы почувствовали, когда впервые увидели свою вторую половинку. Или о чувствах, которые были с вами на первом свидании. О самых лучших качествах, за что вы цените свою вторую половинку. Все это в этой части. В качестве примера он немножко банальный, но тем не менее. Там «ты у меня самая красивая», «ты у меня самая умная». Это, конечно, слишком простые слова, но тем не менее они могут стать неким подспорьем. Двигаемся дальше. И вторая часть – это признание. В данном случае вы признаетесь своему избраннику в любви. Насколько это важно вам связать с ним всю свою жизнь. И завершающая часть – это обещания. Обещания, которые вы даете друг другу. И вот смотрите, я разбила обещания на две части. Обещания могут быть трогательными, и обещания могут быть юмористическими. И вот давайте зачитаем. Первое обещание. Обещаю хранить любовь, быть верным другом и надежным спутником жизни. Или, например, обещаю, что союз будет крепким и обязательно счастливым. Или, например, юмористическое обещание, когда первые ваши две части признания и чувства были трогательными, а вот обещание, чтобы сделать вашу клятву более эмоциональной, отчасти дерзкой, обещание может быть юмористическим. Например, минимум раз в год, минимум на две недели возить отдыхать тебя, как минимум на море. Поэтому прямо сейчас, если вы вдохновились этим выпуском, если у вас появились мысли в голове, вы можете приступить по этому шаблону, макету, к написанию своей индивидуальной клятвы. Если вы не готовы писать свою клятву в данный период времени, запишите хотя бы мысли, которые появились у вас в тот момент, когда мы разбирали конструктор свадебной клятвы, из чего она состоит. В завершении выпуска я бы хотела акцентировать внимание на том, что произнесение свадебной клятвы – это, пожалуй, один из самых трогательных и самых чувственных моментов во всей выездной регистрации брака. Поэтому отнеситесь к нему, как говорится, со всем чувством, толком и расстановкой. В среднем прочтение свадебной клятвы занимает от двух до десяти минут. Никаких временных ограничений здесь никто никогда не ставит. Это на ваше усмотрение. Ну и несколько примеров из моей жизни для статистики. Пожалуй, самая быстрая клятва, которую я слышала, длилась секунды две, потому что жених не нашелся, что сказать от волнения, немного растерялся, и поэтому сказал трогательную фразу «Я тебя люблю». На этом его клятва закончилась. Кстати, это было тоже очень эмоционально. Еще один пример, когда жених растерялся, не нашел, что сказать, выразительно молчал порядка пяти-семи секунд, потом в его честь прозвучали аплодисменты, и все, на этом клятва его закончилась. Такое тоже бывает, это тоже эмоционально, таких моментов не надо бояться. Я почему-то привожу примеры только про женихов. Но, наверное, в отличие от невест, они меньше готовятся к свадебному дню и порой не пишут свои свадебные клятвы, оставляют это все на сам день, чтобы симпровизировать. Вот иногда импровизации бывают вот такие. Ну и, пожалуй, самая длинная свадебная клятва, которая у меня была, которая я слышала, она занимала порядка десяти минут. Клятва была написана на двух, или, если мне не изменяет память, на трех листах. Такое тоже бывает. А какую свадебную клятву вы бы выбрали для себя? Напишите в комментариях, очень интересно. На этом я с вами прощаюсь, желаю прекрасной свадебной подготовки и самой красивой свадьбы. Пока-пока!